Старый базар Этот корнеплод появился на Земле, как точно подсчитали его любители, где-то 800-805 тысяч лет назад. Древние перуанцы, ковырявшие палками-копалками всякие корешки, его буквально откопали, распробовали и сделали основой рациона. А у нас ботат все еще экзотика, который называют сладким картофелем. Я провела свое исследование этого так называемого сладкого картофеля и картофельных связей не нашла. У нас ботат часто сравнивают с картофелем. Даже блюда из него готовят похожие пюре, чипсы или палочки фри. Однако, в отличие от крахмального клубня, ботат представляет собой многолетнюю травянистую лиану, дальнюю родственницу, представьте себе, вьюнка. А на вкус ботат ближе к морковке. Ботат – это картошка сладкая. Напоминает морковочку вместе с пастернаком. А ростовчане ботатом сильно интересуются? Да. Да, в последнее время, как вот прошел у нас футбол, и после этого ботат пользуется спросом. Однако цена в 300 рублей за килограмм отфутболивает любопытных к традиционной картошке, той же не уступающей в сладости лимонке. Хотя есть на что потратиться и в ботате. Он отличный источник белка, углеводов, клетчатки, витаминов группы В, витамина С, калия и кальция. А вообще ботат и он более полезный. У кого для диабетчика, у кого сахар высокий, можно и лучше всего запекать. К тому же ботат – уникальный источник витамина А. Ведь всего в 100 граммах суточная норма взрослого человека. В картошке для сравнения его нет вообще. Но помним, что для усвоения этого полезного для кожи и глаз витамина нужны жиры. Поэтому ботатовую кашу или пюрешку маслом не испортишь. А чтобы сохранить максимальную пользу ботата, его лучше готовить в мундире. Кожура сохранит клетчатку и удержит микроэлементы внутри по максимуму. Кого благодарить за такое витаминное богатство, ученые спорят до сих пор. Есть легенда о том, что до Европы ботат добрался через тысячи километров воды на лодках еще до времен Колумба. Относительно недавние исследования оксфордских ученых показали, что он мог приплыть и сам. Его клумни прорастают даже после долгого пребывания в воде. А может, это птички постарались. Так что скажем спасибо за ботат матушке природе. Ну и современным поставщикам, конечно. С санскрита этот овощ означает «рогатый корень». В Китае название переводится как «мужественность». Арабы считали его огнивым страсти, а современники просто ценят за антибактериальные свойства. И иногда готовы в панике платить за него огромные деньги. Речь об имбире. Кто не помнит ажиотаж 2020-го, когда имбирю приписывали невероятные целебные свойства? Конечно, завышенных ожиданий в борьбе с коронавирусом корень не оправдал. Но это совсем не умаляет его полезности. Люди лечатся им больше пяти тысяч лет и часто успешно. В одном небольшом корне витаминно-минеральный коктейль способны сразить простуду, а параллельно оказать на организм общеукрепляющее, противовоспалительное, тонизирующее действие. Можно его использовать и как природное успокоительное из-за фитоэстрогена, которого там в избытке. А вот имбирная цена тоже располагает к спокойствию. Ее стабильность всегда успокаивает. Ценники, не колыхнувшись, показывают 450-500 рублей за килограмм с июня. А если сравнить с прошлым годом, даже упали. Тогда имбирь отдавали по 500-600 рублей за килограмм. И вообще имбирь и века назад был очень дорог. Его даже использовали как денежную единицу. А на Руси из корня этого вечно зеленого растения делали сбитни, наливки, брагу, квас. А маринованный имбирь был любимой пряной закуской на столах бояр, которые заметили. А ведь он помогает легче пережить последствия обильных возлияний и перееданий. Учтите это и вы, когда в следующий раз закажете роллы или суши. Не стоит игнорировать эту маринованную стопку пластинок в углу под носом. Больше всего полезных свойств в свежем имбире. Причем при правильном хранении в холодильнике в отделении для овощей они остаются в корне месяцами, если не годами. А вот сушка, заморозка и маринование часть витаминов разрушают. Насытиться витаминами зимой поможет имбирный чай. Корень натирайте на терке, приправляйте корицей, гвоздикой, медом и лимоном. Заваривайте кипятком и наслаждайтесь терпким, чуть островатым, но обволакивающим теплым вкусом. Ну и на десерт самый дорогой продукт центрального рынка. Нет, это не нефть. Хотя 100-граммовая баночка этого продукта близка к стоимости барреля. А все потому, что добыть черную икру – это не на рынок сходить. Ведь вылов осетровых в нашей стране запрещен, а аквакультурным хозяйствам приходится годами растить рыбу, прежде чем она даст первую икру. Например, самка белуги зреет 15-20 лет. Именно поэтому у звания самого дорогого продукта старого базара присваивается черная икре. Говорим черная, а подразумеваем серый или даже белесый именно такого цвета. Настоящая икра ситровых пород. И, как утверждают специалисты, чем она светлее, тем вкуснее. Раскрыть вкус помогает правильная подача. Профессионалы советуют поставить банку с икрой на лед на 20 минут, а потом есть исключительно серебряной ложечкой. Просто металл якобы меняет вкус к худшему. Но если денег хватило только на черную икру без серебряных приборов, можно загребать ее прямо руками. Так можно прочувствовать вяжущую маслянистость и созвучие тонкого сливочного аромата и вкуса. Хотя, конечно, грести черную икру горстями не получится, учитывая стоимость. Она варьируется в зависимости от рыбы. К примеру, икра белуги обойдется в 13 тысяч рублей за 50-граммовую баночку. А стерлядь и осетр на порядок дешевле – по 3,3 тысячи соответственно. Цена пропорциональна срокам нереста. Гибрид белуги. Белуга скрещенная со стерлядью. Размер зерна средний. Яркий, насыщенный вкус. Икра несколько дороже, потому что белуга нерестится раз в 16-18 лет. Осетр несколько дешевле, потому что осетр нерестится раз в 12-14 лет. Есть еще для гурманов паюсная икра – своего рода концентрат черноикорного вкуса и пользы. 50-граммовый кусочек обойдется в 4400 рублей. За счет прессования икра плотная. Нарезается тонкими ломтиками и накладывается на тост. Тягучая, но очень вкусная. Черная икра – один из самых дорогих, но еще и самых полезных деликатесов. Она обладает общеукрепляющими, противовоспалительными, омолаживающими и противоаллергическими свойствами. А по питательной ценности этот продукт полезнее мяса. Но знаете что? Если сравнить по составу черную и красную икру, их питательная ценность будет примерно одинакова. Так что разница только во вкусе и статусности. Ну и цене в рублях, конечно. На этом у меня все. Чем еще порадовать старобазарные перелавки расскажу через неделю. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!